Если вы не знаете, куда поехать в ближайшее время, смотрите наш выпуск о 10 главных городах России для путешествий, который поможет составить вам план. Казань. Этот город многие считают третьей столицей России после Москвы и Санкт-Петербурга. Вам обязательно стоит посетить туристическую Мекку в Казани. Это древний белокаменный Кремль. Здесь вы найдете самые известные казанские достопримечательности. Мечеть Кул-Шариф, башня Сюмбеке. Также здесь есть выставочный зал, музей, гробницы татарских правителей и христианские храмы последних десяти веков. Смотровая площадка в центре семьи. Казан. Здание в виде огромного золотого казана. Если вы едете с детьми, все дети любят сладости, а взрослые гастрономический туризм. Музей Чак-Чака посвящен самому знаменитому лакомству татар. Аквапарк Ривьера считается одним из самых крутых мест развлечения не только для детей, но и для взрослых. Веревочный городок Скайпарк. Полазать по деревьям понравится абсолютно каждому ребенку и смелому взрослому. В республику Татарстан многие едут, чтобы насладиться природой и отдохнуть за городом. Когда все достопримечательности уже осмотрены, рядом с Казанью широкий выбор баз отдыха. Например, займище прямо на берегу Волги. Три вещи, которые обязательно должен сделать каждый турист в Казани. Прогуляться по пешеходной улице Баумана, аналог Арбату в Москве. И посмотреть бронзовую копию кареты Екатерины Второй. Почесать пузико казанскому коту Алабрасу, чтобы стать счастливым. Загадать желание у башни Сюембике, такой же падающей, как и Пизанская башня. Попробовать Чак-Чак, Щербет, Рахатлукум, Ачпачмак и другие угощения с интересными названиями. Краснодар. Есть такой стереотип, что из Краснодара нельзя уехать. А почему нельзя уехать? Да потому что все будут спрашивать тебя, а почему ты уехал? Ведь все знают, что переезжать нужно именно в Краснодар. Вторая причина, почему невозможно уехать из Краснодара? Потому что к тебе постоянно приезжают гости. Любители футбола оценят стадион Краснодар-Арена, где играет одноименный футбольный клуб. Согласно классификации УЕФА, стадион имеет высшую категорию. К стадиону примыкает городской парк Сад Краснодар, который построил владелец футбольного клуба. Екатерина Вторая – основательница города Краснодара. Старое название – Екатеринодар, Екатерининский сквер, символ и визитная карточка Краснодара. Свято-Екатерининский кафедральный собор – один из крупнейших храмов в России. Заброшенный самолет около парка 30-летия Победы. Обломки старого советского самолета, списанного в утиль, прячутся в зарослях рядом с парком. Отдых с детьми. Океанариум Оушен Парк. Любование рыбками всех цветов и размеров точно понравится детям. Парк Солнечный остров. Рай для детей. Здесь есть аттракционы, детские площадки, лабиринты, кафе, прокат самокатов и планетарий. Зоопарк Сафари Парк. Это частный зоопарк, где животные свободно передвигаются по территории. Челябинск. Пешеходная улица Кировка. Аналог московского Арбата. Здесь собрано все, от многочисленных кафе и ресторанов до памятников истории. Также на Кировке вы найдете зодиакальный круг. Там же находится и Челябинск Сити. Недалеко вы найдете и сферу любви. Большой купол из голубого стекла, под которым парят девушка и юноша. Национальный парк Таганай. Таганай – место силы всей Челябинской области. Парадное лицо Урала. Нетронутая и первозданная природа. Организуются туристические походы. Таганай – горная цель. Поэтому очень развито скалолазание. Большая каменная река. Это настоящая шестикилометровая река из каменных глыб, под которыми протекают горные ручьи. Екатеринбург. Храм на Крови. Это историческое место, где был расстрелян в ночь на 17 июля 1918 года последний российский император Николай II и его семья. Смотровая площадка в бизнес-центре Высоцкий и музей. На 52 этаже бизнес-центра Высоцкий находится смотровая площадка. А на первом этаже вы можете посетить музей, посвященный Владимиру Высоцкому. А рядом с бизнес-центром находится памятник Владимиру Высоцкому и Марине Владе. Памятник Гене Букину из сериала «Счастливы вместе» на улице Вайнера. На главной пешеходной улице Вайнера находится памятник герою сериала «Городок чекистов». Место жительства людей с холодными головами, горячими сердцами и чистыми руками. По легенде, ведь сверху на городок изображение серпа и молота. Обелиск на горе Березовой. Первый на Урале столб Европа-Азия. После Октябрьской революции столб был разрушен. 20-метровая мраморная копия в духе Александрийского столба была установлена в 2008 году. Отдых с детьми. Ньютон-парк. Научный парк сотни экспонатов, научных приборов и механизмов. Парк тропических бабочек подойдет любителям насекомых. Детям понравится изучать, как из куколок вылупляются бабочки. Номер 5 и Республика Карелия. Сюда едут, чтобы погрузиться в дикую природу и найти дзен. Топ занятий в Карелии. Рыбалка и охота – одни из самых популярных развлечений в Карелии. Рафтинг понравится любителям активного туризма. Кайтсерфинг тоже популярен на озерах, где гуляет сильный ветер. Что посетить? Кижи, Палаам, Соловки, Рускиала, Петрозаводск. Гора Ваттаваара. Лучшее место в Карелии для любителей мистики и шаманизма. Много таинственных сооружений, постройку которых люди не могут объяснить. В Карелии детям понравится и активный отдых с экскурсиями, прогулками, и более спокойный отдых на турбазе. Конечно, главный плюс отдыха в Карелии с детьми – это укрепление иммунитета. Что хвалят в Карелии? Доступность всех достопримечательностей в летний период. Можно доехать до любого острова по воде. Много красивых достопримечательностей. Развита туристическая инфраструктура. Развлечения. Первозданная природа, которая заряжает энергией уставших от городской жизни. Нижний Новгород. Что посмотреть? Стрелка. Стрелка – широкий низкий мыс. Лучшее место для панорамы города и место слияния Оки и Волги. Отсюда виден Нижегородский Кремль, Чкаловская лестница, практически весь центр города. Нижегородское кольцо. Автомобильный спортивный комплекс придется по душе любителям скорости. Это профессиональная гоночная трасса длиною 3222 метра. Нижегородская ярмарка. Это огромный выставочный комплекс, адаптированный для организации конференций различных конгрессов. Город мастеров, городец и пряники. Деревянные сооружения. Памятники деревянного зодчества. В Нижнем Новгороде обязательно сделать три вещи. Погулять по Кремлю и забраться внутрь стен. Прокатиться на канатной дороге до другого берега Волги. Посетить Нижегородскую ярмарку и включить там режим старорусского купца. Владивосток. Сегодня это один из лучших городов для туризма. Вантовые мосты. Вантовый мост – это тип висячего моста, состоящий из одной или более пилонов, соединенных с дорожным полотном посредством стальных тросов. Вантов. Золотой мост. Через бухту Золотой Рог. Находится в самом центре Владивостока. Русский мост соединяет полуостров Назимово и Новосильский мыс на Русском острове. В сопке Орлиное гнездо на мост открывается лучший вид. Русский мост включен в Книгу рекордов Гиннеса. Его пролет составляет 1104 метра. Остров архипелага императрицы Евгении. Здесь сосредоточена военная история Владивостока. Можно посетить Владивостокскую крепость, которая защищала город в Первую мировую русско-японскую войну. А также военный музей. Фуникулер и смотровая площадка на сопке Орлиное гнездо. Вагончик едет полторы минуты. И за это время пассажиры наслаждаются видом на бухту Золотой Рог. Маяк на Токаревской кошке. Песчаная мель, которая идет параллельно берегу и высыхает во время отлива. Триумфальная арка царевича Николая. Символ морских ворот Владивостока, через который будущий император Николай II въехал в город. Сегодня под аркой все загадывают желания. Три вещи, которые обязательно стоит сделать во Владивостоке. Посетить Владивостокскую крепость и полюбоваться видом на Амурский залив. Объезд со морскими деликатесами, которые еще недавно были живыми. Зайти в арку цесаревича Николая и загадать желание. Калининград. Что посмотреть? Кафедральный собор, где похоронен Камт. Рыбная деревня, восстановленная в прежнем облике. Прогуляйтесь по набережной реки Приголи. Примерить сапог Мюнхаузена. Музей Мирового океана. Здесь проходят не только обычные выставки с экспонатами под стеклом, но и выставляются те, которые можно трогать. Музей Янтаря. Курская коса. Там находится национальный парк. Это 98-километровая песчаная полоса суши. Граница между Балтийским морем и Пресноводным Курским заливом. Это самая большая песчаная коса в мире. Замки Калининградской области. По территории всей Калининградской области разбросаны многочисленные древние замки Тевтонского ордена. Йошкар-Ола. Что посмотреть? Набережная Брюгги. Эта улица полностью застроена в едином стиле северной готики. По набережной можно прогуляться. На этой набережной можно найти скульптуры принца Монако с Грейс Келли, Александра Пушкина с Евгением Онегиным, императрицу Елизавету, Рембрандта и Ганса Крысолова. Гуляя по набережной можно выйти к часам 12 апостола. Пашенные часы национальной художественной галереи представляют выезжающего ослика с иконой Божьей Матери и Йошкар-Олинские скамейки. Самые популярные скамейки в Йошкар-Оле скульптура Йошкин кот и скамья любви и верности. Большой плюс, в 110 километрах находится Марийская Швейцария, туристический комплекс в деревне Визимбирь. Здесь очень развиты все природные виды отдыха. Абакан, столица Хакассии. Что посмотреть? Парк Сады Мечты. Состоит из 30 садов разных тематик. Также тут стоит копия Эйфелевой башни. Салбыкская долина, или Долина Мертвых Царей. В полутора километрах от Кургана находится двухполюсная аномальная зона. Хакасский природный заповедник. Он сочетает в себе и горы, и тайгу, и степи. Огромное озеро Иткуль, которое сравнивают с Байкалом. Такое же чистое и прозрачное. Аглахты, или гора Дикого Козленка. Это самое крупное местонахождение на скальных изображениях, петроглифов. Майнская ГЭС. Это место интересно посетить, так как тут находится большое форелевое хозяйство. Ассеяно-Шушинская ГЭС, которая стоит на Енисеи, возвышается на более чем 240 метров, можно насладиться видами на окрестности. Туемский провал. Провал образовался на месте старого рудника. Теперь там озеро диаметром в 200 метров с ярко-голубой изумрудной водой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова